В огромном Петербурге постоянно что-то происходит, и далеко не все интересные события попадают на основные ленты. Спорту в этом плане приходится сложнее всех. Спортивные порталы предпочитают только новости с турниров, чемпионатов или кубков, а повседневная деятельность атлетов постоянно проходит мимо зрителя. В рубрике «События спортивной столицы» мы будем рассказывать и о крупных соревнованиях, и о том, что остается за кадром. В эти дни Северная столица принимает традиционный весенний турнир «Интеркап» по пляжному футболу. В этом красивейшем виде спорта российские игроки намного лучше, нежели в обычном футболе. Российские пляжники трижды становились чемпионами мира в 21 веке, выиграли множество других титулов, да и вообще радовали публику как могли. А некоторые, такие как вратарь Андрей Бухлицкий, стали настоящими суперзвездами. А ведь пляжный футбол – это именно про радость. На стадионе всегда звучат расслабляющие курортные ритмы, в матчах практически нет пауз, а самое главное для футболистов – это не просто забить, но забить красиво. Лучше всего бисеклеты через себя и, чтобы красиво упасть, на мягкий песок. В этом году «Интеркап» проходит под сводами пляжного спорткомплекса «Динамит». Это вообще удивительный случай – крытая песчаная арена. Играют там во все пляжные виды спорта – и теннис на песке, и, разумеется, всеми любимый волейбол в купальниках. Конечно, под крышей пляжная арена выглядит странно, ведь не видно солнца, главной составляющей всех пляжных турниров. Но, к сожалению, для Петербурга это необходимая мера. У нас солнца и так обычно не видно, а вот дождя и снега сколько угодно. Огромную часть сезона пляжных футболистов приходится прятать под крышей. На турнире есть как мужской, так и женский разряд. Принимают участие сильнейшие клубы России и мира, такие как «Петербургский Кристалл» и «Столичный ЦСКА». А есть дебютанты. Например, «Краснодар-ЮМР» в этом году впервые играет не только в «Интеркапе», но и в «Российской Суперлиге». В крытом пляжном комплексе приходится соблюдать повышенные меры гигиены. Бахилы – это обязательно. Ведь здешний мелкий и вязкий песок – такое же сокровище, как хороший газон футбольного стадиона. Песок нужно держать не только в чистоте, но и периодически менять, потому что даже мельчайший мусор образует комки. А футболисты, как известно, играют здесь босиком. Матчи «Интеркап» на любой вкус. Бывает упорная борьба, а бывают разгромы с обилием красивых голов. Например, «Звезды из Кристалла» преподали Краснодару открытый урок – 9-0. Вратарь и лидер краснодарцев Артем Филатов заявил, что матчи с такими грандами дают ценный опыт. А его команда сейчас преследует две цели – подготовка к сезону и получение опыта. В любом случае, для зрителей пляжный футбол не завязан на результат. Это, возможно, самый расслабляющий в мире командный спорт. Сидишь, ловишь ритм и чувствуешь себя на пляже у моря. В манеже «Динамита», конечно, тесновато, но мест для небольших трибун хватило. Так что, если вам хочется футбола и музыки одновременно, то это ваш выбор. Продолжение следует...